Понятие химического равновесия, ну, довольно, значит, несложная штука. Реакции могут быть обратимые и необратимые, то есть, допустим, в результате химического взаимодействия полностью расходуются исходные вещества, допустим, разложение обычно необратимое, допустим, разложение бертолетовой соли. Выделяется кислород, испаряется и дальше ничего необратимое. Но обычно необратимость именно связана с изменением состояния вещества физического, то есть, что-то перешло в газ, газ просто испарился и дальше необратимо. Или что-то выпало в осадок, тогда необратимая реакция дальше не взаимодействует с этим. В то же время, если мы рассматриваем раствор или смесь, а именно это в основном в природе существует, там она обратимая, то есть, если ничего не ушло, то она идет в обе стороны, обратимая реакция. То есть, в системе все равно остается какое-то из исходных веществ, и в том числе она идет в одну сторону и в другую сторону, в зависимости от определенных условий, о которых как раз сейчас и поговорим. Обратимая, допустим, водород плюс йод, получается иодит водорода, и она обратима. То есть, может, иодит водорода может разлагаться опять на водород и йод. Допустим, реакция аммиака обратимая, водород плюс азот, получается аммиак, но дальше аммиак может также разлагаться опять на водород и азот. И все это газы, они все равно вместе встаются в этой смеси, и поэтому можно говорить только об относительном состоянии. Либо больше там аммиака, больше там водорода в этой смеси. Поэтому условно рисуют эти стрелочки туда-сюда, и реакцию, которая идет в правую сторону, просто условно в формуле, в принципе они равнозначны, и меняя условия мы можем концентрации менять. Так вот в правую сторону прямая реакция, а в левую сторону обратная реакция. Но мы можем так сделать, что в основном будет реакция обратная. То есть это не значит, что в правой стороне, так сказать, чего-то больше, или правый процесс главный, как нам кажется, просто потому что мы справа налево читаем, да, а слева направо мы читаем, да, слева направо мы читаем, и нам кажется, что правый процесс главный. Нет, это условное обозначение, так вот прямая и обратная. И если скорость прямой реакции равна скорости обратной реакции, то это химическая равновесие. Химическая равновесие, что имеется в виду, не меняется нифига концентрация. Сколько, короче, получилось, допустим, аммиака, столько он и разложился. То есть, концентрации не меняются, и условия химического равновесия – это равенство скорости прямой и обратной реакции. Ну, в общем, это довольно несложно на той же схемке показать, как раз для системы иодида водорода и, собственно, чистого водорода и йода. Тут, допустим, известно, что при данной температуре 720 кельвинов реакция как пройдет? Образуется, значит, 22% исходного счета – это разложение. Вот на 22% разложится иодид водорода на йод и водород, а дальше нифига не будет, равновесие придет. Вот. Ну, то есть, вот все. Зная, короче, эти химические равновесия и его условия, можем узнавать, сколько при данной температуре у нас образуется вещество. В данном случае 22% от исходного. Причем это не зависит от исходных концентраций, будет все время 22%. Величина, которая равна отношению произведения равновесных концентраций продуктов реакции к произведению равновесных концентраций исходных веществ, в степени их коэффициентов, называется константа равновесия химической реакции. Ну, то есть, вот отношение берется тех веществ, которые получаются, да, правых веществ, так скажем, к исходному веществу. Вот оно берется. Исходное вещество у нас было 2H и йод, да, поэтому в квадрате берется, в степени берется, в той, в которой коэффициент. Все, и вот мы получаем равновесные концентрации. А отношение этих всех равновесных концентраций у нас будет константа равновесия. Вот 78% остается этого H йода, соответственно, константа равновесия 0,02. Эта формула текает. Ну, различаются гомогенные системы, конечно, и гидрогенные. Допустим, если все вещества жидкости и газы, тогда мы считаем их концентрацией, или там не все. То есть, то, что там другие фазы, они могут переходить, это влияет. Ну, пожалуй, в преобразование различных этих форм удаваться не будем. Ну, можно выводы просто из этих всех, тут у меня в учебнике некоторые выкладки, я думаю, что излишние. Выводы какие? Что при заданной температуре константа равновесия химической реакции равна отношению константы скорости прямого и обратного процесса. То есть, вот опять же, на схемке все идеально видно. То есть, за определенное время падает, значит, скорость, допустим, прямого процесса, растет скорость обратного процесса, и они становятся равны, и все, входит в равновесие. Если мы берем газообразные вещества, то можно просто рассматривать давление газа. Вот, а если гетерогенная система, то есть, там и газ, и кристалл, там и что-нибудь, там еще и вода, то константа равновесия равна отношению равновесных парциальных давлений газообразных веществ, и не зависит от веществ конденсированных. То есть, вот в данном случае, данная реакция от железа не зависит, а зависит от давления вот этих вот газов. Вот, как известно, все зависит абсолютно от температуры, да, в том числе, константа равновесия. Соответственно, есть уравнение изобары и изохорохимической реакции. При постоянном давлении будет уравнение изобарохимической реакции, где вот мы видим, что мы константу равновесия получаем из чего? Из энергии гипса, из энтальпии, энтропии, и вот это вот все у нас, все эти термохимические рассуждения раньше, которые были, были довольно абстрактными. Оказывается, мы их, они имеют очень практическое значение, мы с их помощью вычисляем константу равновесия. То есть, мы понимаем, вот при данной температуре, при данном давлении, как же они будут реагировать, на сколько процентов у нас возникнут, собственно, продукты реакции, а на сколько процентов вообще ничего и не произойдет. Потому что в обычной системе, из которой ничего не убирается, присутствуют как исходные вещества, так и продукты их реакции. Ну, и напоминает ее также уравнение изохоры, это все то же самое, но при постоянном уже объеме. Вот, и в какую же сторону они смягчаются, здесь действует принцип лешетелье. В какую сторону сдвигается-то? При каких условиях у нас больше будет правых продуктов, и при каких будет левых продуктов? Вот она, в принципе, в обе стороны идет, обычно. И в какую сторону она пойдет, как мы будем воздействовать? Соответственно, у нас имеется принцип лешетелье, если на систему, в которой находится равновесие, оказывать внешнее воздействие, то равновесие смещается в том направлении, которое ослабляет эффект внешнего воздействия. Например, если при реакции выделяется тепло, а мы подогреваем, то она будет смещаться в ту сторону, в которую тепло не выделяется. То есть налево, да? Вот у нас же как бы по умолчанию направо, вот мы пишем ее слева направо, и вправо мы пишем еще и тепло, выделяется оно или нет. Вот если направо тепло выделяется, а мы температуру повышаем, тогда будет налево. Если мы температуру понижаем, тогда будет система стремиться больше тепла выделить и будет смещаться направо. В то же время при повышении температуры в любом случае увеличивается скорость реакции. Вот ранее, был же клип, что в любом случае температура увеличивает скорость реакции. Вот. Но изменение скорости прямой и обратной реакции будет разным, поэтому смещается. То есть скорость реакции в любом случае будет возрастать. Но так, где тепло не выделяется или тепло поглощается, она будет вырастать быстрее. А так, где тепло выделяется, если мы все равно тепло подводим, то температура повышается. Она будет медленнее. Поэтому будет все равно смещение равновесия. Также смещение равновесия можно вызвать изменением концентрации одного из компонентов. Вводим один из компонентов, система смещается туда, чтобы его не было тогда. Или мы, допустим, выводим, система будет смещаться в ту сторону, чтобы побольше тогда произвести то, что мы вывели. Вот именно поэтому реакции, у которых что-нибудь выпадает в осадок или улетучивается, получаются необратимыми. Потому что система начинает, если мы выводим все время один компонент, она тогда до конца уже будет смещаться и будет производить этот компонент, пока не израсходуются исходные вещества. Но если мы ничего там не выводим, она так и будет, дойдет до определенной точки равновесия и там она заглохнет, если мы никак не воздействуем. Вот выводим мы, допустим, в осадок это воздействие или испарять что-то это воздействие, тогда она будет смещаться вплоть до необратимости. То же самое газ. Газ обычно... повышается концентрация газа, если мы его сжимаем. То есть если реагирует газ, допустим, и там еще есть конденсированное вещество, если мы это сжимаем, то система считает так, что надо противодействовать и надо больше газа произвести. То есть если мы эту систему сжимаем, она начинает больше газа производить, да? Нет, наоборот, да, меньше газа. Потому что, да, система считает, что больше концентрации, короче, газа, если мы сжимаем, больше концентрации газа, значит надо меньше газа делать, чтобы уменьшить его концентрацию. Вот это уменьшается производство газа. А если мы расширяем, наоборот, значит, короче, газа стало меньше, концентрация его падает, значит надо больше произвести газа и увеличить его количество. Короче, природа действует так, чтобы все равно как-нибудь вот в равновесие все вошло и увеличивать те компоненты, которые противодействуют воздействию. Если там несколько газообразных веществ, то они одинаково изменяют концентрации при изменении давления и может при этом не смещаться равновесие, но может и смещаться, потому что изменяют скорость процесса в любом случае. Ну, вот этот принцип Лешетелье, он большое практическое значение имеет, потому что у нас уже все реакции, которые мы осуществляем целенаправленно, нужны нам для того, чтобы какие-то вещества получить. Вот, а природа будет, значит, противодействовать. Природа до какого-то равновесия дойдет и дальше получать мы не будем, а нам надо именно получить. Вот поэтому мы применяем принцип Лешетелье. Допустим, если у нас реакция происходит на каком-то химическом заводе, мы нужный нам продукт реакции все время выводим. Чтобы она продолжала природопроизводить, да, по принципу Лешетелье. Или мы сжимаем там что-то, или мы подогреваем, чтобы увеличить реакцию в том или ином направлении, и основной принцип тут именно такой. Вот химик смотрит на формулу химической реакции и увеличивает либо левую, либо правую сторону за счет того, что она осуществляет противодействие. И тогда природа работает в определенном направлении.